Всем привет, с вами Аркадий, и сегодня я продолжаю играть игру под названием Everlasting Summer, или же Бесконечное Лето. Так, что ж, мы с вами уставшие, то есть я, ну, логично, уставший, бедный Семен, которого замучили мешками для торта, которого и так был практически испорчен Ульяной, и немножко Леной, и всему тому подобное. Нам не дают, мы сами себе не дают найти славу, я хочу славу увидеть, блин. Мы в поход пошли для чего? Отдохнуть. И нас позвали с собой, потому что это важная часть пионер-лагеря. Так что сейчас практически ночь. Вот, назад мы уже не парами, а как придется. Ладно. Продолжаем. Назад мы уже шли не парами, а как придется. На лагерь опустилась ночь. Совершенно обычная и ничем не примечательная. Одна из тех ночей, когда и теплое небо, и звезды, и полумесяц не вызывают никаких особенных эмоций, а стрекотание сверчков и пение ночных птиц кажется скорее обыденной работой, чем очарованием Ноктюрна. Скоро все пионеры построились на площади. Время уже было позднее. Усталость давала себе знать, поэтому линейка получилась не очень ровная. Мне она больше напоминала строй викингов после удачного сражения. Войны довольны, улыбаются, ждут превозвращения к семьям и уже не задумываются о правильном боевом порядке. Хотя, с другой стороны, можно было увидеть в них и разбитый на голову отряд. В него шоу глазка уцелевших, из последних сил совершающих бросок к родным землям. Помните, я говорил про Бевичет? То есть, кладывать вот эту... Если захотите, посмотрите. Это тоже визуально фэлла. Там куча, блин, слов. Тьма, тьмущая слов. Читаешь, читаешь, читаешь. У тебя уже язык устаётся. Просто ты уже думаешь, блин, да когда уже развязка? Хоть какая-нибудь. Хоть малюсенькая. Всем спасибо. А теперь марш спать. Поздно уже. Пионера, быстро разберись кто куда, а я остался вдвоём с вожатой. И нам пора. До домика Ольги Дмитриевны мы шли молча. Всё, спать. Жалко. Сказала она, гася свет. Я только ворочился, прокручивая в голове все события сегодняшнего дня. С одной стороны, усталость одолевала. С другой, мне казалось, что я что-то забыл. Что-то не сделал. Что-то и так сказал. И это чувство незаконченности терзало меня. Было уже второй час ночи. Всё плохое имеет свойство заканчиваться. Или хотя бы делать перерыв. Всё, поспал, да? Я уснул. Я погрузился в сон. День шестой. Наконец он устал. Ну? Не знаю, сколько времени было, когда Ольга Дмитриевна разбудила меня. Но ещё даже не открыв глаза, я почувствовал приближение смерти. Всё тело болело. Голова кружилась. Сознание завалкла мутная дымка. Семён! Вставай! Немедленно! А то пропустишь завтрак. А главное, линейку. Похоже, вожатая сегодня намеревалась использовать меня по полной. Я что-то нечленно раздельно промычал, закрылся дьявол с головой и отвернулся к стене. В конце концов, гнев Ольги Дмитриевны всё равно остается только на уровне слов. По крайней мере, тогда очень хотелось в это верить. Если ты сейчас не встанешь... Я уже собрался торжественно сказать то, что... Но прополучал не из-за страха, а из-за того, что было очень лень открывать рот. Действительно, и что оно мне сделает? Устроит общественное порицание перед всем лагерем? Повесит мой портрет на доску позора? Или проведёт надо мной нечеловеческие инопланетные эксперименты? Что ж, сейчас я готов и на это. Лишь бы поспать ещё пару часов. Ладно. Но если опоздаешь на линейку... Завожатый захлопнулась дверь и начавшийся быстро слабеть сон, тут же вновь заявил право на моё сознание. Проснулся я от яркого света, бившего глаза. Судя по мобильнику, работавшись на последних электронных зарядке, был уже первый час. Как ни странно, тело не болело. В голове прояснилось, и вообще, день начинался неплохо. Помахав руками, изображая зарядку, я выскочил из домика и направился к умывальникам. Да, завтрак я проспал, зато скоро обед. Так что волноваться о том, что как вчера придётся ходить голодным, не стоит. По дороге не сослится пионер, децю которого показалось мне очень знакомым. Но я шёл так быстро, что не успел его рассмотреть, а когда обернулся, он уже скрылся за поворотом. Около умывальников никого не было. Наверное, все заняты своими делами, поручениями Ольги Дмитриевны и бог видит чем ещё. Я быстро почистил зубы, ополоснул лицо и уже собирался уходить, как вдруг услышал шум воды, потёкший из крана напротив. Там стоял пионер, склонившийся над умывальником. Его лица я не видел, но по фигуре он был похож на того, которого я встретил пару минут назад. Как утро! Солнце яркое! Какое яркое! Я просто на небо против глаза ладонью. Ну да, ничего. Разлететь пионера получше было непросто. Он стал так, что яркий свет, отражаясь от воды и блестящего металла умывальников, словно выжигал его лицо и не давал разобрать ни единой черты. Сегодня выжатая злая. Ух, злая! Голос его тоже казался довольно знакомым. Как всегда, впрочем. Но тебя лучше знать, да? Я пытался вспомнить, слышал ли этот голос раньше и видел ли вообще его, этого пионера. Ладно, бывай. Он закрыл воду и быстрыми шагами направился в сторону листной тропинки. На секунду у меня возникла мысль пойти за ним, остановить. Но я быстро отогнал ее, решил, что не стоит портить всякими подозрениями и тяготными домыслами такое прекрасное утро. Ну да, что за пионер такой? Новый персонаж? Ммм, странно. Странно, странно. А вот хотя Ольга Дмитриевна злая, это... Это жопа. Она сейчас надерет нам зад. Ремнем. Природа горела ярким огнем жизни. Пышные кроны деревьев мерно покачивались на ветру, что-то нашелтывая друг другу. Легкий ветерок нежно поглаживал высокую изумрудную траву. В тени, спасаясь от полуденного зноя, ворковали птицы. А леса и поля, уходящие под горизонт, растворились в теплом солнечном свете. Не знаю, какой месяц на дворе, но, похоже, сейчас середина лета. Мне отчетно вспомнилось детство и юношество, летние каникулы, время веселых забав и беззаботной радости. Детские игры. Сколько их было? Я бы и сейчас не отказался поиграть войдушку или прятки. Или покачаться на тарзанке. А можно построить замок из песка и населить его игрушечными войнами. Готовый защищать своего повелителя до последней капли своей пластмассовой крови. Я вышел на площадь и сел на лавочку, дожидаясь обеда. Судя по всему, до него оставалось не так уж и много времени. Мимо меня иногда проходил пионер, кто поодиночке, а кто вдвоем, втроем. Семен, палишься, палишься. Сейчас дороги Дмитриевны дойдет, слушок. Она сюда прибежит, невзирая ни на что, даже на преграды. В виде пионеров. Но все незнакомые. Алисы, Ульяны, Лены, Слави, видно небо. В мозгу кружились мысли о бессмысленности существования, которые в столь прекрасный день меня совсем не волновали. Подумай только, кому в голову придет горевать от своей зря прожитой или рано потерянной жизни, греясь в лучах столь приветливого солнца. Точно не мне. Я посмотрел на Генду. Он, как всегда, был задумчив. Вот у него точно никаких лишних сомнений не бывает. Вспомнились первые часы в этом лагере и день до того. Тоска, тревога, страх. Сейчас все это кажется далеким, хоть и прошло всего ничего. Выберусь. Выберусь я отсюда. Или нет? Хрен его знает. Меня это уже не волновало. Не так, как раньше. Может, я вообще уже умер? Тогда здесь последняя остановка. Просьба освободить вагоны. Ха, о чем думаешь? Я поднял взгляд и увидел того самого пионера. Лица опять разгадить не удалось, так как солнце светило мне в глаза. Ха, да так, о жизни. Казалось, он сейчас присядет рядом, но пионер остался стоять на прежнем месте, лишь повернувшись ко мне в полуборота, что окончательно убило надежду распотрать его лицо. Слушай, а мы вот раньше не встречались? Что-то я тебе не помню. Скажем так, ты знаешь, кто я. Но я же не знаю. Я искренне засмеялся. Именно здесь нет. Котка ответил он. Ясно. Честно говоря, я не то, чтобы не был настроен разговаривать, просто совсем не знал о чем. А душа была так спокойна, что это меня и не волновало. Ты первый раз здесь. Его слова прозвучали как вопрос, но при этом интонация была скорее утвердительной. Да. А ты? Я? Он замолчал на несколько секунд. Нет, я не в первый раз здесь. Можно сказать, езжу каждый год с самого детства. Такой ответ меня заинтересовал. И как тут было раньше? Так же. Ольга Дмитриевна вожатая, те же пионеры, те же линейки Поттера и всякие дурные происшествия. Мне иногда не показалось, что сейчас говорю я о него. Любопытно. Разве что с каждым, он замялся, голодом происходит все больше интересных вещей. Начинаешь лучше понимать, что к чему. Ты о чем? Разговор все же вея интересовал меня. Жаль только, что лица пионера разглядеть не было ни малейшей возможности. Ну, каждая смена в пионерлагере похожа на предыдущую. Спокойно сказал он. Наверное. Я в первый раз. Это заметно. Пионер хмурнулся. Ну, похоже, далеко не последний. Ну, здесь, конечно, весело, но... Знаешь, как говорится, в гостях хорошо, а... А домой еще надо вернуться. Теперь я был абсолютно точно уверен, что этот парень что-то скрывает. Точнее, он слишком сильно выбивался из общей обыденности лагеря, и так был не похож на местных обитателей. Что ты имеешь в виду? Думаешь, я здесь навечно застрял, что ли? Чекание каждое слово произнес я. Пионер не успел ответить, так как заиграла обеденная музыка. Я вернул голову в сторону динамика, и когда вновь посмотрел на то место, где стоял парень, он уже исчез. Наверное, родились тысячи теорий и загадок. И догадок. Но я отдернул себя, вспомнив всю кажущуюся нормальность этого лагеря. Но пионер задает слишком такие хорошенькие вопросы. С детства, каждый год, все так же Ольга Дмитриевна, вожатая. А сколько Ольге Дмитриевне лет-то? Странно, 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 пионер странный. Один из многих пацанов, с которым нам удалось заговорить, кроме пионера и электроника. Ну, все-таки. В конце концов, за эти пять дней не произошло ничего сверхъестественного. Более того, все здесь казалось даже слишком натуральным, а порой и скучным. Может, и этот пионер ничего такого не имел в виду, а я просто не так понял его слова? С такими мыслями я направился в сторону столовой, намереваясь наесться от пуза. Иногда мне казалось, что обед здесь сродни, точнее, толчее вокруг полевых кухонь во время голода. Пионеры бегали, толкая друг друга, стараясь первыми пролезть за едой и занять столик поудобнее. Я спокойно стоял и нетерпеливо ждал, когда поварейка выдаст мне положенное пищевое довольствие. Сегодня на обед была крошка, не особо мной любимая, и котлеты с картошкой. Я все в уголке мысленно порадовался, что удастся спокойно поесть. Мой столик был самым дальним от кухни, так что можно небезосновательно надеяться, что до меня ищущие свободные места пионеры не доберутся. Или доберутся в последнюю очередь. Однако, когда я перешел ко второму, на горизонте появились Славя Шурик Электроник. О! Можно присесть? Против всех компаний я ничего не имел. Садитесь, ребятушки, садитесь, особенно ты, Славя. Солнышко ты мое. Лучик славянский. Славушка золотистая. Короче, они все золотистые и все голубоглазые. Офигенная компашка. Ну, конечно, Славя немножко потемнее, наверное. Все-таки, я думаю, она не с севера, но с юга. Я могу представить, ну, типа, на юге там больше потемнее люди, потому что из-за солнца все такое. Потому что больше дней солнечных. А на севере люди более леднее. Как раз-таки из-за того, что они недополучают солнце. Полярные ночи. Вот так вот. Конечно. Обед проходил на удивление спокойно. Даже электроник не таратурил, как обычно. Наконец, я закончил трабезу, развалился на стуле и довольно цукнул языком. Слушайте, а вы не знаете, случайно, Пионера? Сегодня видео. Ну, он такой. Я вдруг понял, что и не знаю, как его только описать. Но в росту с меня комплекции такой же. По такому описанию не поймешь. Обновь славя. К тому же, тут поллагеря таких, если что-то пошло. В целом, они были правы. А почему спрашиваешь? Просто встретился сегодня с ним и показал, что раньше его здесь не видел. Ага, ты по саду в столовой. Не думаю, что он попустит обед. Как же я сам не догадался. Точно. Ладно, ребята, приятного аппетита. Я вставил не спеша, начал погрузиться вдоль рядов столиков. Вот сидят Лена и Женя. Я приветливо улыбнулся им. Алиса с Ульяной о чем-то спорят и смеются. Ольга Дмитриевна в окружении пионеров. Хорошо, что она меня не заметила. Свободных мест почти нет. Но утреннего парня нигде не видно. Ситуация становится все интереснее. Похоже, здесь я его не найду. Может, пообеду уже? Я направлюсь к выходу. На улице стояла такая жара, что казалось, «Стоит выйти из тени, и ты мгновенно расплавишься». Меня вдруг потянул сон. Я земную пошел к домику вожатой, чтобы последовать бытовой трактовке закона Архимеда. В конце концов, Ольга Дмитриевна вряд ли вернется в ближайшее время. Но, по крайней мере, мне так казалось. И у меня точно будет пара часов, чтобы отдохнуть. Да и других вариантов как-то особо не предвидится. Тем более, на такой жаре. Райская прохлада в домике стала для меня спасением. Я разделся и прыгнул на кровать. На улице лениво стыкатались сверчки. Ветер покачивал занавески на окне, а я погружался с соном. Что, еще сон, что ли? Блин! Мы так весь лагерь пропустим! Ох, юра! Разбудил меня стук в дверь. Стучали негромко, но настойчиво. Я нехоть оставил и пошел открывать. Странно, но на полуге никого не оказалось. Я протер глаза и вышел, чтобы осмотреться. Все так же никого. Может, проснилось? Было уже 4 часа. Чувствовал я себя разбитым. Пожалуй, не стоит все же спать днем. Ведь знал же, к чему поведет. Я надел ботинки и вышел из домика, закрыл дверный ключ. Но куда пойти? По идее, это уже не так долго осталось. Мне в голову пришла мысль, что неплохо бы освежиться и направиться в сторону пляжа. Сейчас я вернулся. Солнце уже давно перевалило через небесный экватор. Здесь, на юге, вообще темнеет рано. Я прищурился и посмотрел на алый пылающий диск. Хм. Кто к тебе только что приходил? Я вздохнул от неожиданности. Передо мной стоял тот же таинственный парень. И опять его лицо мешало разглядеть яркий свет. А здесь я вообще на мгновение ослеп от солнца, поэтому не видел ничего, кроме разбитых очертаний. А ты следишь за мной? Не, я просто мимо проходил, невозбудиво ответил он. Тогда тебе виднее. Значит, ты никого не видел. Никого. Ам, чё? Я потёр глаза, но помогло не сильно. А почему тебя не было на обиде? Спросил я прямо. Есть не хотелось. Он громко размеялся. Я несколько раз моргнул, и зрение ко мне вернулось. Но не пионер... Но пионер опять таинственно исчез. Да что за чертовщина? Тогда я был полностью уверен, что с этим парнем что-то нечисто. Он точно имеет самое прямое отношение ко всему происходящему здесь событию. Хм. В общем, надо выяснить. А для этого для начала неплохо буду удостовериться, что я ничего не путаю и что он на самом деле не местный пионер. На пляже было многолюдно. Кажется, весь лагерь собрался здесь. Но в такую жару это и не мудрено. Сторонки стояла у Глодмитрина, грозно оглядывая свои войска. Только я успею подумал, что, возможно, пройти сюда было не лучше идей, как она меня заметила. Ха! 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 А-а-а-а! Грозный взгляд, зелёный. Она нас спастит. Зелёные краски. Это добрый человек. Она спростит, она спростит, спростит. Глаза, глаза, не на те глаза смотрю. Хотя я мальчишка, так что я могу смотреть на эти глазки. Могу. Семен, на линейке ты так и не был. И вообще без деньги-то шляешься. Я не знаю, что ответить. И как же из тебя выйдет образцовый пионер? Продолжила она уже мягче. Ольга Дмитриевна, а есть у нас в лагере пионер? Такой, очень похожий на меня. Уважата удивилась. Не знаю, наверное. А зачем тебе? Ну просто интересно. Здесь много мальчиков? Ладно, не важно. Со стороны роги нанесся чей-то крик. И Ольга Дмитриевна бросилась туда. Можно сказать, что понесло. Я уселся на плавающий песок и оставился на пионеров. Грозящихся в воде. Через некоторое время от общей группы отделилась и Ульянка. И направилась ко мне. Чего грустишь? Да не грущу я. А че сидишь один? Думаю. О чем? Я не оставил ей рассказывать историю про непонятного пионера. Ну вот представь, что ты общаешься с каким-то странным человеком. И тебе надо понять, в чем его странность. Ну, ну так я спрошу. Она смеялась. Это понятно, но он же не ответит. А ты пробовал? Нет, но это и так очевидно. Ульянка ничего не сказала, а просто села рядом и встала, вздохнула. Наплавалась я. А вот допустим, если он что-то знает, но говорить не хочет. Заставь. Ну как? Мы еще некоторое время сидели вместе, болтая на отвлеченные темы. Затем я стал, попрощался и ушел. Пора найти таинственные знакомства и узнать все ответы. Первым делом я направился на автобусную остановку. В конце концов, именно там все и началось. Дорога была так же пустына, как и всегда. По ней только изгодка пролетали небольшие ураганчики пыли. Я уже собирался идти назад в лагерь, как услышал чей-то шепот. Не доверяй ему. Кто-то прятался за памятником. Ко мне спиной сидел пионер. Голос его вновь показался до боли знакомым. Ты кто? Я сделал несколько уверенных шагов в его сторону. Стой! Не подходи! Почему-то я мгновенно замер. Где-то в главной комнате родилась уверенность, что не стоит с ним спорить. Ладно, стою. Ты видел его? Разговаривал? Спросил он надрывно. Такого вообще. Говорящий был одет пионерскую фону. Ты знаешь. И я действительно знал. Он точно говорил о том странном пионере. Да. Спустя несколько времени ответил я. Что он тебе сказал? Умоляющий спросил мой собеседник. Ничего особенно. Он давал советы. Говорил, как себя вести. Выгрожал? Не, ничего такого. Конечно, он мне показался весьма странным. Но не более того. Запомните. Он может быть не один. Точнее, он-то один. Но ты можешь встретить здесь множество похожих на него пионеров. А ты-то кто сам-то? Ты поймешь. Со временем. Помни главное найти выход. Вдруг поднялся из красиный ветер, что деревья в полетели листья, и мне в лицо ударил бумажный пакет, из-за чего на секунду пришлось закрыть глаза. Когда я вновь посмотрел на памятник, пионера за ним уже не оказалось. И тут меня начал одолевать страх. Самый настоящий, практически материальный. Я боялся и в первые часы, как только очутился в этом лагере. Но тогда все окружающее казалось милым и дружелюбным. А сейчас Савенок словно показал свои клыки, намереваясь меня съесть. А впереди неизвестность. По телу побежали мурашки. В городе застыл комок. Руки мелко подрагивали, но я собрался и направился назад в лагерь. Уже было время ужина, но идти в столовую совершенно не хотелось. После столового пионера мысль о местных обитателях вызывала у меня, если не ужас, то вполне обоснованные опасения. Ведь я действительно не знаю, кто они на самом деле. И то, что еще ничего не случилось, совсем не означает, что им можно доверять. Я в нерешительности остановился возле здания кружков, но потом понял, что это не самое удачное место. Ведь здесь могут быть пионеры, а случаться с кем-то мне сейчас совсем не хотелось. Почти бегом я добрался до леса и прошел метров 20 по тропинке, прежде чем остановиться. С одной стороны, таинственный пионер. Точнее, уже как минимум два таинственных пионера. С другой, все обитатели этого лагеря, которые казались абсолютно нормальными. В любом случае, мое старое решение ждать, пока все разрешится, сильно поколебливалось. Теперь я четко осознавал, что надо что-то предпринять самому. Но что? Весь лагерь наверняка на ужине, так что есть шанс спокойно добраться до домика Ольги Дмитриевны. Я решил для начала забрать одежду, которая попала сюда, и телефон. В конце концов, сразу ничего путного не придумаю. Поэтому лучше всего, пока спрятаться где-нибудь в лесу. Я перепрыгнул через ступеньки и влетел в домик. Одежда лежала на том же месте, а телефон, как и положено, был спрятан под подушкой. Я захотел его ужасоваться за пикнуком, а вдруг, краем глаз заметил, на экране что-то есть. Было открыто окно набора нового сообщения. Текст гласил. Не прав ты, Семен. Ой, не прав. У меня буквально душа пятки ушла. Ох ты, блин, что-то разворачивается. Вот это уже начинается трэш. А точнее, немножко хоррора чутка подсыпанного. Триллер. Настоящий триллер. Вот я даже прямо сейчас ощущаю, что в этой игре, как раз таки, в это ощущение, что, типа, нифига себе, кто-то за мной следит, кто-то уже был в домике и кто-то написал сообщение в мобильном телефоне. Кто-то знает, как пользоваться в мобильном телефоне в Советском Союзе. Это значит, что кто-то со мной в этом лагере из моего же мира. Из моего времени. А это означает, что... А хрена во что означает? Это пугает. Я застыл на месте. Изнутри меня три условия колотило, а в голове кровь пульсировалась такой скоростью, что, казалось, черепная коробка сейчас зарвется. Только спустя полминуты я начал хоть как-то соображать. Текст могла набрать Ольга Дмитриевна. Или кто-то из пионеров. Даже если учесть, что они с подобной техникой незнакомы, тут ничего сложного нет. Но откуда кто-то, кроме меня, знает, где лежит телефон? В общем, это событие стало последней каплей. Я выскочил из домика, ставил намерение больше сюда не возвращаться. На лагерь опустилась ночь. Я уже несколько часов сидел в лесу и трассе от каждого шороха. Место было вывовано подальше от тропинки, чтобы меня никто не смог найти. За это время, какие только теории и планы действий не приходили мне в голову. И попытаться убежать, и перебить всех местных обитателей... Перебить всех местных обитателей... Ё-моё! Ребята, когда-то в Fallout 4 меня настигла мысль, а что если убивать мирных NPC? Вот честно, я играл так, чтобы оставлять достаточно больше в живых. И когда я начал убивать мирных NPC, знаете, мне стало не по себе. Реально, не по себе от того, что я творил. Что я убивал NPC. Мне стало не только их жаль, но... Как-то совестно за это. У меня не было причин их убивать. Но я их убил просто так. Не повер, какая теория, а просто... Просто убить. Узнать, что будет. Я узнал, что лучше так не делать. Мне не надо убивать мирных NPC. Просто так. На заметку. Ну, это я по своему опыту сужу. Может у вас другой опыт. Но не стоит. Однако, с другой стороны, всё сильнее становилось мысль о том, что, может быть, не стоило из-за слов какого-то непонятного пионера так себя вести. И даже сообщение на мобильнике... Это подтверждает только то, что всё, что здесь творится, далеко от нормального. Но никак не доказывает причастность местных обитателей. В таком полутрансе я бы вполне мог посидеть здесь до утра, если бы не услышал шаги совсем рядом. Значит, всё-таки ты решил убежать. Я обернулся, но в твоей тени смог разглядеть лица пионера. Тем не менее, я был точно уверен, что это именно он. Тогда я не боялся. Точнее, я уже был настолько физически измотан, что кое-как подготовился почти к любому развитию событий. Поэтому смог более-менее адекватно рассуждать и поддерживать диалог. Не назвал бы это я бегством. Через некоторое время ответил я, растягивая каждое слово. Да? А как же тогда? Тактическое отступление. Блестяще! Он расхохотался. Слушай, может ты расскажешь мне всё-таки, что здесь происходит? Кто ты? Я чего от меня хочешь? А что тебе сказал тот у ворот? Он словно не слышал моего вопроса. Сказал мне доверять тебе. Собрал я. Хотя, с другой стороны, примерно это он имел в виду, как мне показалось. Что ж, это было не в его духе. Убежать, спрятаться. В его голосе поскользнуть нотки разражения. Я не знаю, что у вас тут за цирк с конями. Но у меня, честно говоря, нет никакого желания участвовать в этом представлении. О, и почему же? Ты ведь главная звезда. Я не видел его лица, но он мог покаяться, что он улыбается. Если так, объясни мне мою роль. Знаешь, я вначале тоже был таким, как ты. Первый раз всё пошло спокойно. Потом я убегал, пытался выяснить, что происходит, сходил с ума и даже пытками выбивал из них правду. Он зажал, как у моей шоны. У меня мороз побежал по коже. Но всё бесполезно. Немного успокоишься, продолжу пионер. Бесполезно. А потом начались провалы. Сначала я только слышал их голос, где-то далеко, а иногда у себя в голове. Потом были смутные силуэты. Затем они стали обретать материальную форму. И, наконец, вошли в мой мир. Я мог потрогать их, познакомить с местными пионерами. И все они были не такими. Другими. Понимаешь? Другими. Он сбился на крик. И раз за разом всё повторялось. К видкам привыкнуть можно. Но к ним... Потом я и сам научился попадать в их миры. Взаимодействие с другими. Однако я такой оказался не один. Далеко не один. Сегодня ты видел пока не мир еще одного такого же. Он замолчал. Я не знал, что спросить. И не хотел прервать его рассказ. Поэтому просто ждал. Спустя минуту он продолжил. Конечно. Это непросто. И, возможно, не всегда. Только при определенном стечении обстоятельств. Когда ты испытываешь сильные эмоции, например. Я сразу же вспомнил, что первый раз увидел его утром. А тогда никаких эмоций у меня особо не было. Да и в том числе, когда радуешься и чувствуешь себя счастливым... Он снова читал мои мысли. Ладно. То есть ты не имеешь в виду, что есть несколько параллельных миров, где существует такой же точно лагерь со всеми его питателями. Только вместо меня там ты. Тот парень, которого я видел на сновке. Да, что-то вроде. Его ответ совсем не удивил меня. В конце концов уже понятно, что здесь происходит что-то, выходящее за рамки человеческого понимания. А эта теория оказалась не самая удивительная. Но ты говорил про то, что все повторяется. Повторяется. И что будет? Ну, потом. Все сначала. Ты опять проснешься в автобусе. Пойдешь в лагерь. Средишь там Ольгу Дмитриевну. Девочек. Электроника. А, но если это было с тобой, то почему это должно случиться со мной? Так случается со всеми. Он опять тратически смеялся. И сколько повторений с тобой происходило, я уже не считаю. Поначалу пытался запомнить, но сейчас, может быть, несколько сотен. Теперь неудивительно, почему мне явно казалось, что мой собеседник страдает от тяжелой прогрессивающей металлийки. Дисфункции. Но ты же искал выход. Он не ответил. Тот парень на остановке про это и говорил. Потому что он ни черта не понимает. Закричал он. Потому что он такой же, как и ты. Бежит и прячется. А что ты предлагаешь? Если бы у меня были такие, какие-то предложения, я бы не стоял здесь и не разговаривал с тобой. Хорошо, но ты же пытался. Ты хочешь понять, что знаю я? Ведь я тут уже давненько. Весело спросил он. Ну, это очевидно. Да. Я пытался сбежать отсюда. Там. Он махнул рукой в сторону леса. Ничего нет. Только лес. Когда я шел несколько дней, а потом вырубился от усталости, то очнулся опять в том же автобусе. Если идти по дороге, результат такой же. Она бесконечная. Разговаривать с кем-то на эту тему бесполезно. Это ты, наверное, уже сам понял. Понял. Вставил я. Даже если ты напрямую объяснишь свою ситуацию, тебя в лучшем случае посчитают за идиота. Не выходить из автобуса. Бесполезно. Рано или поздно тебя все равно найдут. Я даже как-то посидел там все время. В итоге засну и опять все по-новой. Завести его, уехать самому? Нет ключей. А навыков автоугонщика не имею, извини. Замкнутый круг. Именно. Повесло долгое молчание. Наконец-то спросил. А люди? Ведь они вызывают абсолютно обоснованные подозрения. Подозрения? Хе-хе. В них подозрительно только то, что как бы ты им не рассказывал обо всем, они смотрят на тебя глазами на по пять рублей. Люди. Сначала я тоже их опасался. Потом проводил над ними разные эксперименты. А теперь я считаю их... Не считай их за людей. Это какие-то куклы. Марионетки. Можно подсказать любую их реакцию. Я буду гадать любое слово или действие. Значит, их бояться не стоит? Тебе стоит бояться себя. Тихо сказал он. Знаешь, как весело хрустят кости человека, когда они медленно ломаются от растяжения. Похоже, у него качательная поехала крыша. Слушай, я все понимаю, но... И он тоже считает, что это через чур. А какая разница? Здесь реально только ты. Пионер внезапно замолчал. Но нет, я с тобой не согласен. Ты, наверное, думаешь, почему я сам все это не проверил? Почему не попытался дойти до ближайшей деревни или города? Да, посещали мы все такие. Почему я не был достаточно подозрительным? Почему вместо поисков ответа занимался всякой фигней? Ну да. Не стоит. Это нормально. Первый раз мы здесь ведем себя так. А сколько еще ты видел? Не так много. Пионер задумался. Может быть, десяток. Но я уверен, что и гораздо больше. И что? У всех? У всех так? Ну, в принципе, да. Отличаются только детали, но главное остается неизменным. Отсюда выхода нет. И ты, кстати, точно такой же, как и большинство. Разница только в том, что ты узнал обо всем от меня, а не почувствовал на себе. Я даже не знал, благодать мне его за это или наоборот. Ладно, и что дальше? Ничего. Какой-то сказал он. Я закрыл глаза и задумался. Это было руковой ошибкой. Открыв я их, я, как и в тот раз, ничего не увидел. Значит, теперь поэту жизнь происходит. Хотя по большому счету, как все рассказанное им приблизило меня к разгадке. Да, я такой не один. Да, все повторяется. Но в чем причина? И главное, где выход? Единственное, что я вынес в полезный разговор пионерам, так это то, что местных обитателей бояться не стоит. А это сейчас было для меня весьма существенным, ибо ночевать лучше все же в тепле, чем в лесу. Я вздохнулся, вовсе вещи и пошел в сторону лагеря. Потомки в голове вновь-вновь всплывал разговор с коллегой по несчастью. И почему я не спросил про послание на телефоне? И про остальное? Ведь намеки-то были. Может быть, узнав о них поподробнее, смог бы я сделать какие-то выводы? Впрочем, казалось, что наша сегодняшняя встреча была не последней. В домике Ольги Дмитриевны горяли в свет. Я аккуратно открыл дверь и вошел. Я ввелся и не запылился, Гроза сказал вожатый. Ольга Дмитриевна, я сегодня ночью устал. Давайте вы оставите свои наручения на потом. Отчего он этого устал, интересно? Да от всего! Грубо огрызнулся я. Вожатый удивленно поставил на меня. Я не раздеваюсь и упал на постель. Семен, а посол пионер так себя не ведет. Ну а как же он себя ведет? Не так. Вожатый на секунду замялась, словно подбирая слова. Он должен уважать старших. Я вас безв... Безмерно уважаю! Может быть уверен. Семен. Сарказм в моем голосе не остался незамеченным. А теперь мне очень хотелось бы поспать. Подожди, я... А сколько это ближайшего года? Когда приедет автобус? Как мне вообще отсюда выбраться? На удивление спокойным голосом спасил я. Ответа не последовало. Его и не стоило ожидать. Я сказал все это лишь для того, чтобы она отстала. Чего молчите? Я устал. Давай завтра поговорим. Вожатая встала и выключила свет. Да, все именно так, как тот парень и говорил. Интересно, почему я с ним так адекватно и спокойно разговаривал? Ведь стоило бояться, трястись от ужаса. Эн пионер не вызвал у меня никакого особого доверия. Скорее чувство, что он не может причинить мне вреда. Я не успел подумать о том, что неплохо было еще что-нибудь спросить у него. Как устало, взял вверх и отключился. Седьмой день? Вообще! Как шестой день-то прошел быстро? Ладненько, давайте-ка вот именно на этом моменте мы остановимся. Сам был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все пока. До скорой встречи. Продолжение следует...